Рабочим завтраком мы также сможем поговорить о нашем взаимодействии в Совете Безопасности ООН. Россия и Великобритания являются постоянными членами и в любом случае органов организации и операции. Мы служим особо ответственности за их применение мер по обеспечению международной безопасности и стабильности. И надеясь, что мы все-таки будем больше потерять на то, когда говорим о нашем взаимодействии, как эти задачи, которые позволяют нам конструкцию силы активно поехать в силу тех людей, которые искусственно развиваются и затем становятся доминирующими в нашем взаимодействии за счет тем задачам, которые, в общем-то, необходимы решать в интересах администрации и стабильности. Можно ли мысли? Доброе утро. Господин министр Лавров и я обсудили весьма серьезные вопросы сегодня, которые приводят к миру, стабильности и будущему в Европе. Как я уже сказала, у России еще есть возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться человеческого пути урегулирования. Однако НАТО четко заявляет, что если этот путь не будет избран, то будут серьезные последствия для России, Украины и для всей Европы. Россия — это страна, которая имеет длинную и богатую историю. И она добилась многого в науке, математике. И в будущем могут быть потрясающие возможности для народа России. Однако агрессия со стороны российского правительства, попытки изменить результаты прошлого, серьезно подрывают международные позиции России. В особенности заявление о том, что неразделимость неизвестной системы означает, будто бы что соседи России не имеют права защищаться или присоединяются к другим альянсам. Это совершенно неправильно. Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее. В частности, речь идет о концентрации более чем 100 тысяч военных вблизи украинских границ. Это только укрепляет решимость украинских границ. И отталкивает еще дальше Россию и украинский народ. Есть и серьезные последствия для поставок энергоносителей, в особенности на фоне растущих цен на газ. Мы убеждены в праве наслаждения украинского народа. Если бы случилось вторжение России на территории Украины, тогда украинцы стали бы бороться. И это был бы длинный затяжной конфликт. И союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей. И мы должны дальше четко говорить, что сильный поток-2 не заработает. Однако сегодня я хочу поговорить об альтернативном пути, по которому может пойти Россия. В качестве членов постоянных Совета безопасности ООН могу сказать, что Россия может выполнять свои обязательства по сохранению территориальной целостности и нерависимости Украины, как было согласовано в Бедомежском мемораде, что не вывода, когда Украина отказывалась от своего деятельного оружия. Россия может работать в рамках Совета России и НАТО для того, чтобы повысить транспортность и добиться большего доверия на конфигурации военной России. И у НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией. Мы могли бы также поработать вместе с другими членами постоянной пятерки Совета безопасности для того, чтобы помешать Ирану запоручить оверное оружие. Мы обсуждали этот вопрос также с министром Лавровым. У России есть выбор, и он может либо привести к лучшему будущему Европы для всех народов. Стив Розенберг, BBC, пожалуйста. Спасибо большое. Госпожа министра, сперва вопрос к вам. Несколько дней тому назад вы в социальных средствах массовой информации заявили, что действия России говорят о том, что у них нет планов вторгнаться. И это неправда. Как вы считаете, после сегодняшних переговоров, по-прежнему ли Россия планирует... По-прежнему ли считаете, что Россия планирует вторгнуться в Украину? Мы постоянно также слышим разговоры о принудительной дипломатии, дипломатии силы. Как вы считаете, господин министр, вот эта идея для вас, такая дипломатия, и можем и мы ожидать использования таких инструментов, каким образом вы считаете, что это действие, что это действие. Встреча. Факты, гора, сами заставы. Мы видим увеличение количества войск и также оружия на границе с Украиной. Мы считаем, что это угроза. Мы также наблюдаем гибридную и другие виды войны для того, чтобы подрывать демократию на Украине. Но они могут быть сегодня в Москве. Я считаю, что у России есть четкие выборы. Россия может эти дипломатические предыдущие с НАТО для того, чтобы обеспечить европейскую безопасность или же продолжать пыль, которые мы не предыдуем, а именно увеличивать количество войск на границе. Что является угрозом? Вот, скажу. Ну, здравствуйте, мы об этом говорили. Я, честно говоря, пророчерован тем, что разговор немого с глухими просто получается. Вроде бы слышим, но не слышим. Кроме того, наше подробное село разъяснение очень припомяло такую неподготовленную паску, которая примерно так же, как говорят, что Россия, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки, с которыми они пошли на украинский период, и вот, мне кажется, такая же почва свечи была в Британских ходах, на которые положились, от которой отскакивали факты, многочисленные факты, которые мы не следуя проводили, напоминали ее подробнее от наших разъяснений, в которых по этому поводу дали другие наши представители. Но я почувствую, что наши коллеги либо не знакомы, по сути на подробнейшем разъяснении, либо не полностью предназначены. Вот, король, поскольку заявление от Народного федминистра, что явление России в отсутствии планов нападения на Украину являются фальшивыми. Но эти заявления, как и российское руководство, эти заявления и делают. Например, в Пентабуле, я совсем недавно об этом читал. В Пентабе 7 лет заступников наблюдает все, что происходит. Причем происходит, подчеркну, на нашей российской территории. А подобные же заявления делает министр обороны. Президент Зеленский называет Наталья Николаевна. Но, видимо, нашим депутатным коллегам президент Зеленский нужен как инструмент для того, чтобы водитель России не сословно ровно-городства. И не интересует, что он там думает, и какие-то негативные последствия от всей этой истерики несет украинская экономика, украинская экономика, а как инвестиции из-за всех этих вот схрипываний и причитаний как были сотрудники посольств. Когда граждане окружающих социальных стран призываются к тому, чтобы поскорейся к этому выход, мы уже, кстати, задумались сами о том, что мы могли садиться, чтобы это помнить, если они могут у своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег. Это очень печально. И мы сегодня подробнейшим образом разъясняли, что находятся российские вооруженные силы, о которых вот госпожа министр упомянула и которые вызывают в Лондоне озабоченность, на своей собственной территории. В отличие от сотен и тысяч, британских военнослужащих, которые располагаются и в Прибалтике. Вот Борис Джонсон, по-моему, вчера заявил, что нужно и в Румынию, и в Болгарию направить военнослужащих. На это был ответ. Но вы на своей территории, а мы на своей территории, потому что мы все вот этот натоцинкризм, он пронизывал во всех летнейшую нашу беседу. Мне было полезно понять, насколько в общем-то индуктренированно наши коллеги по рассмотрению проблем безопасности на русском культуре, насколько рушуты и гости с точки зрения натоцинкризма, с позиции натоцинкризма, они подходят к законным озабоченностям России в своей собственной безопасности и насколько выборочно они трактуют свои обязательства, принятые в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности. Там целый пакет в одном мощном параграфе. Да, признается право каждого государства на выбор своих союзников, на выбор альянсов, но при этом подчеркивается обязанность каждого государства не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности. Подчеркивается уважение к политике и прокуратике, подчеркивается недопустимость ситуации, когда на пространстве ОБСЕ будет доминировать какая-либо одна странная организация, и недопустимость сферы влияния на европейском пространстве. Мы сегодня привели на это сферы примера, например, какие сферы влияния устанавливаются производством и на акционе и Евросоюзом, когда Евросоюз и на сфере Дальканов не могут нечего, как и в Африке, кстати, соединение, что это даже назначение послал по особой поручению, которые предупреждены на все реформы избирательного законодательства в Боснии и Евросоюзе. Это не сферы влияния, это не претензии на то, что Соединенные Штаты будут руководиться всеми процессами на Балканах. Это очевидный факт. И, конечно, мы отвечали на вопросы, которые госпожа министра задавала, что вы делаете с Миролисой и какие-то вопросы. Все это же похоже на односторонний подход, который базируется на непоправимой внести в том, что Запад имеет право требовать от нас каких-то гарантий в ситуации в Африке и гарантии и вот эта весьма показательная дискуссия, она, к сожалению, не может распроизводиться и в тех ответах, которые мы ждем в понимании Запада принципа недвижимости безопасности. Ждем эти ответы от всех стран в пространстве в России. Но, как я слышал, вместо ответов от каждой страны мы решались сделать такую коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убеждал, что в этом случае разговор у нас не получится. мы будем думать о том, как из этой ситуации выходить. Теперь, что касается конкретного вопроса о стремлении России сочетать, если я правильно понял, такие дипломатии, которые объединяют политические требования и реализуются, если я правильно вас понял. У нас нет желания никого ничему премыскать. Это независимое в том, что трех выполнений решений саммитов ОБСЕ мы якобы кого-то в чужих не можем. У нас мы целиком за дипломатией. Все сейчас западные коллеги нарушили термин дипломатии. Чтобы не говорили они по отношению к России, мы требуем дипломатии. И, второе, мы надеемся, что Россия будет дипломатия. Мы выбирали дипломатию все эти годы и потом мы хотим получить дипломатию. И Стамбул, Стамбулская хартия европейской безопасности в 1929 году и дипломатия остальной 2010 года это все продукты дипломатии. Причем дипломатия еще будет. И если сейчас нам говорят, ну да, это мы там согласовали формулировку, что никто не должен свою безопасность укрепить и безопасности других, ну это так. Только мы чтобы сегодня мы могли отставить право любой страны на выбор своих альянсов. Нас обманили не один раз уже после того как и об этом президент Путин подробнейшему разговаривает. Потому что сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и активнейшим образом приветствовали правдых ОБСЕ о безопасности. Это вот мы сегодня приводили пример. Есть пакет, который согласован. из них выбирается только право на альянс, на выбор наших. Обязанность безопасности другого, она просто не верится. Прошло так же, как выборочные подходы в оппозиции Запада по минским договоренностям. Не говоря уже о позиции Кида, по минской договоренности. Естественно, решение проблем безопасности, прекращение амнистии, скучание статус Донбасса, реформа Конституции в контексте децентрализации по согласованию с Донецком и Луганским, проведение выборов по согласованию с Донецком и Луганским под эгидой ОБСЕ. И, в частности, на этом возобновление контроля украинских властей на всем протяжении, над границей на всем ее протяжении. Из этого все, где-то вытираются только последние. Причем, сегодня госпожа Министрского, когда я эту эту тему затронул, сказала, да надо, надо, конечно, посмотреть на последние шаги, что имеется в виду, что берется только выгодные для киевского режима обозначение контроля и полиции. Но этот тот пункт Минской обограды, что бы одобрено на сайте безопасности, он обусловлен всем остальным, а все остальное и делать не хочет. Публично это не надо. Вот такой же пример, как и случилось с независимым по удаленности безопасности. Согласовать, что-то успокоить всех, а потом воровать нужное тебе, а все остальное отвергать как хронический предыдущий. Такой как мы сработали. Мы не хотим никому угрожать. Вы посмотрите на публичное заявление. Ни разу нигде угроз никаких не прозвучало. Угрожают нам. В том числе вот госпожа министр Николаевна вообще выступала. Помни, и сегодня она это повторила, собственно говоря. Мы на переговорах услышали все то, что-то, 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 и случилось в России, а не все из официальных представителей укрепанцев и украинцев. Если вы не прекратите агрессию, какая агрессия, когда она началась, против кого она началась, вы столкнетесь с последствиями, которые будут тезислены, о которых вы пожелаете, это вот что-то подобное из наших действий. Вы слышали когда-нибудь? Я могу с вами никакого примера привести не сможешь. Поэтому еще раз подширкну мы хотим, чтобы тот дух компромисса, дух поиска баланса интересов, который позволит принять ключевые документы на высшем уровне в рамках ОПСЕ в этом сотрудничестве взаимного уважения и направлении, чтобы он помог нам сейчас эти договоренности, которые мы предварили предварить в жизнь направлении. Сейчас пришло время, когда эти слова не могут оставаться предписанными. Мы к такому сотрудничеству готовим. в рамках риан новости. Продолжение следует... 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 А можно еще раз звук включить? Да. Да, пожалуйста. Да, простите, простите, вы не ответили на вопросы. Вот, по поводу этих вопросов. Можете ли вы подсадить поведение системы документов по экскурсии? В ответ на действия России и угрожающее поведение Российской Франции Великобритании совместно с нашими союзниками по НАТО принимают шаги по укреплению обороны. Рутюшок не носит исключительно характерный характер. Это дополнительный альянс. И по паренью подход. Но вы, конечно, лучше. Если большие, то наши гипотезы. И такие гарри с нашей стороны были не нужны. Однако мы должны позаботиться о том, чтобы мы действовали совместно с нашими союзниками по НАТО и выполняли все обязательства. Я уже ответил на то, что вы говорили относительно документов на посольство. Действует совместно с институтами в России для того, чтобы привлечь наши отношения в институте, в науке, в математике. И таковы наши цели, в которых мы строим сам. И не просто здесь. В такой обстановке, когда Россия выступает прямыми угрозами отношениями. В альянском фонаре, в беде. В альянском фонаре. Уважаемые. В альянском фонаре. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...